всем привет с вами канал все благорода аптека рулет что я купил в аптеке значит корень солодки купил от кашля хорошо помогает то есть здесь в пакетике 20 пакетиков просто берете кружку наливаете горячей воды кипятка опускаете пакетик он настоится пьете хорошо откаркивается если вы у вас каши от каши корень солодки называется продается еще детский такой сироп солодки ну там с сахаром от него от сахара я не стал покупать а раньше покупал конечно но для детей хорошо два два пакета купил таких корень солодки ну как обычный чай заваривается так еще купил вот экстракт валерьяны купил я три штуки вот экстракт валерьяны это надо пить у кого проблема с сердцем вот еще от кашля купил здесь проблема к сердцем там же еще с проблем с сердцем надо значит валерьяну пить значит у кого давление часто мучает надо вот значит три таблетки валерьяны пьем утром и четыре вечера таблетки и у вас давление скакать не будет поэтому здесь я валерьяна купил три этих самых здесь упомянулся здесь я вчера блин поскользнулся упал бы зараза поэтому прямо на этот на пакет прям свалился так я еще купил настойка боярышника такого вот 25 миллилитров вот и и он тоже пьется у кого проблема с давлением то есть в течение месяца надо пить там по по моему по 20 капель на стакан воды вот настойка боярышника вот почему цветы ягод что-то не видно от боярышника вот поэтому купила боярышника так от кашля значит купил бронгексин берлин химин хими вот такие таблеточки просил я тебе очень конечно ну и конечно не долагать надо это самое рецепт как правило вот хотел просто на на всякий пожар на то здесь скоро будет это гриб откуда-то сейчас пролетит поэтому надо сразу заранее запасаться антибиотиками но у меня есть одна упаковочка антибиотиков хотел еще вторую купить что на запас бы ладно потом какие-нибудь куплю уж какой-нибудь другой аптеке это такая аптека она городская что это такая называется вот там правда все есть в других аптеках зайдешь там ну мало что есть вот короче бронгексин купил я брат откажем есть бронгексин и она еще мне дала коделак коделак хотя мне коделак три таких этих упаковки он еще один коделак лежит я еще правду не пила он думал андаму так дала все очень короче запомнили до экстракт валерьяны это у нас сердечные то есть у кого проблемы с сердцем давление аритмия пьем ночи три таблетки утром и четыре вечера это вот для у кого в 12 часов это у меня видеористратор говорящий он у него он как у меня он включен он работает как обычный будильник и он каждый час передает мне время очень удобно кстати вот экстракт валерьяны вот так так сердце и здесь на боярышник вот эти вот вот этот настойка бояршника тоже покупал это самое соседку просил но мне покупала вот такой должен пузырек такой же не знаю я посмотрю кто делает там была сама разделана пузырек там какой-то бывает или не знаю кто это делает это это в новосибирская область город берцк делает а там был сама ну как арен себе новосибирск начинаю себе видимо новосибирска прислали этот там они делают от бояршник вот такой вот надо пить по сколько-то капель так все отлично затарились понятно да то есть вот эти валерьяна и настойка бояршника пьем от давления у кого шалят бывает давление вот так это от кашля кодиллак мео и бронгексин тоже от кашля и вот корни солодки тоже от кашля сейчас мы блин открыть надо показать какие пакетики она горит какой терр сыпной набор сыпной брать посыпную просто верёшки до спутниками установлены где-то там открывал сбоку открывается как я думал сверху она открывается как обычно я думал я думал здесь открывать сюда тут открывалка думаю смотрю думаю где же это открывать окажется открывается ты сбоку вот они пакетики солодкой вот они положили там 20 пакетиков вот берем кипяток опускаем вот этот пакетик непосредственно в этот кружку ну или амалированную кружку или нержавейки кружку вот где-то на 20 минут опускаем заваривается и пьем пакетик можно использовать два раза не один раз один раз заварили потом можно еще раз то есть два раза можно запросто это самое эту траву за заварить это короче можно покупать так как то делает сейчас посмотрим ну это как обычно красногорск делает на безнахабина но обычно траву вот эти травы которые они это из красногорска это где-то московской области делают они вот спасибо за просмотр понятно да что если вас кашель заварить корень солодкой вот в аптеке просите корень солодкой или сироп солодки или просто россыпи солодки это просто первый раз взял пакетика потому что беру россыпи солодки там просто насыпано в пакет солодка и все просто немножко берете там скажем столовую ложку на ну а литра 2 воды и бросаете кипящую воду нам не мог покипятить минуту 5 накипятиться постоит и потом это остынет и вы должны пить по стакану за 30 минут до еды три раза в день и вас кашель будет постепенно мокрута будет отходить также можно воспользоваться еще говорю такие таблеточки и еще когда лак вот этот вот лишь таблеток мало здесь таблеток 10 наверно скорее всего обычно мало в таких пакетик обычно не дают там вот точно так и прямо угадал смотрите 10 этих на таблеточек вот у малого типа что там 10 таблеток вот берлин химин там вот до 25 таблеток вот поэтому надо брать по два пакетика по 2 этого коделлака от кашля видите даже нарисована вот эту здесь вот шея то есть кашля эту вот написано сухой кашель вот еще есть от сырого кашля там я сказал мне сухой кашель иногда бывает утром тарам-барам тарам-барам кто ходит гости по утрам тут поступает мудро то там где 100 грамм то здесь 100 грамм на то она и утра одну на этой нотке я запил заканчиваю этот видеоролик подписывайтесь все на канал с вами канал все для города на канале более полтора тысячи роликов может что-то вам интересно есть ролики как чем растворять камни в желчном пузыре также есть чем растворять камни в почках здесь у вас есть проблемы с почками там песочек или камни тоже есть два средства растворяет почки почках камни также вот от кашля я вам сказал вот от сердца тоже рассказал заходите смотрите а также есть как лечить геморрой без операции за шесть дней то есть есть то есть я на себе испробовал одно средство раньше пробовал и разные свечи но свечи они только у вас там трещина не только свет трещину может быть убирают вот геморрой он не проходит хоть и рим мази как-то мазал целый месяц как был это шишки возле задницу прохода висели так и не висели так туда клал чеснок жгучий брал прям головку такой то есть зубчик чеснока надрезал и в задницу бак туда протыкала блин так драло задницу хорошо но геморрой нет потом еще свеклу пробовал свеклу вот но на свекле сидел ну надо его чистить и вот как бы сидишь нас на этих на свекле этими шишечками такими которые возле заднего прохода торчат ни хрена не проходила вот а как применил вот это средство она у вас под рукой то есть копеечное средство вот единственное что там надо делать клизму вот именно утром и делать клизму вот и как бы на шестой день смотрю этот геморрой у меня исчез поэтому я снимаю видео вот я думаю еще сделаю видео как вылечить геморрой за шесть дней без операции делая только по утрам и эту клизму вот этим составом вот очень быстро и просто вот ну а что от вас этот если вас поможет этот состав у меня там 100 рублей кинете на карточку кому не жалко виде благодарности все вот на видео выйдет попозже сейчас наверно надо будет его заснять то же самое ладно спасибо за просмотр еще раз всем пока пока подписывайтесь жмите на колокольчик сейчас видео сделаю как за шесть дней можно вылечить геморрой если он вас внутренней внешней если трещина вас или у вас идет кровоточный то есть вы сходили в туалет а вместе с колом выходит идет кровь это как бы неприятное такое ощущение вот то есть это будет вас все это уже на второй день почувствовать их хорошо себя то есть никакого кровотечения уже не будет идти вместе с колом вот и вот этот геморрой который внутренне или внешне эти шишки которые висят возле заднего прохода не будет постепенно рассасываться и уже на третий день они могут все исчезнуть понятно да вот сейчас вам сделаю видео покажу как это самое эту профилактику можно делать просто то есть не то что ждать когда они у вас вылезут а просто может быть даже в месяц раз такую профилактику сделать себе и все это несложно и не болезненно вот буквально там минут десять надо подождать чтобы пока не станут все это это лекарственное свойство работало и потом пойти опять же это шик и все это в туалет опустить все от вас выйдет вот ладно спасибо еще раз за просмотром а то здесь заболтался с вами канал все для огорода жмите на колокольчик все понятно да еще раз повторяю кори солодки завариваете пьет от кашля вот береген химин и когда лак вот а это вот экстракт валерьяны и настойка боярышника это у нас от сердечных сердца то есть если у вас мучает давление вот поперите и у вас давление как бы перестанет вас мучит будет там может быть не очень большое все и валерьяна рассказал как пить на три таблетки утром и четыре вечера если у вас проблема с давлением вот ладно спасибо еще раз просмотр хочу еще сказать ну она все вроде сказал а также можно брызгалку брызгать в нос у кого кашель называется кометон хорошие то есть брызгалка все а еще это от кашля хорошо помогает вот у меня там стрепсал есть есть такой называется стрепсал красная жидкость там содержатся два антибиотика вот вы просто там рот открываете направляете там вот сосочки есть такой и нажимаете на пупончик такой вот так сейчас еще есть подождите покажу скажите говорит а я подсказывать не хочет сейчас и проекты не скажу про помню вот чтобы было все было нормально чики-пики-пуки все начать у так смотрите продаются в аптеке такой фигня такая называется кометон это разор здесь копачок и так снимаете это в нос начала в одну разу суети вот этого не сапу так опускается производится такая выстрел этой в этого этой брызгалки и в другую назру и потом на выдыхаете вдыхай в делайте выдох на вздохе брызгать тело в рот то есть вот такой штука называется кометон здесь камфора металл основа масляная основа полезная называется кометон вот от от соплей и от кашлы можно это вы использовать так туда положить вот так же вот такой да вот заболела горло вот такой стрепсов купить обязательно очень помогает хорошо вот я как-то заболел у меня было воспаление легких один раз и как бы искупался где-то наверное в конце в сентябре и вот у меня воспаление легких и короче я пил антибиотики и вот брызгал в рот вот эту штуку и помогло то же самое вот этот кабачок открывается и мы здесь видим вот эта штука направляется вот это в рот вот эта штучка рот открываете а этот нажимаем вниз здесь насос и он начинает разбрызгивать здесь два этого как бы сказать антибиотика раньше было написано сейчас нам тоже я правда давно покупал здесь он сохранился сейчас посмотрим через такое так инструкцию перед нами ты 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 к а это даже нидерланды делать представляете этот вот эту брызгалку там так спрей для местного применения дозировка симпатии лечение симптома боли в горле при инфекционно-воспалительное заболевание понятно да то есть когда у вас боль при инфекционно-воспалительном заболевании одно нажатие на клапан содержит действующее вещество вот какой-то спирт и лидокаин это лидокаин и спирт 4 вещества вещества мил мета к вилл какой-то извиняюсь за моё это мелко написано очень хорошо помогает короче я только этим использую вот этот фигней хорошо помогает когда у вас горло заболело вот так вы видно было что там такой здесь котеллак ладно спасибо за просмотр мне уже снимаю фотоаппаратом аппарат говорит у тебя садится батарейка все больное видео за тянулась спасибо за просмотр короче у кого горло вот это и от горло и от нас от соплей вот это вот хорошо пробивает сразу дышать легче и сопли уходит хорошо но я собрещу это чеснока кладу в носом утром намял на палец чуть-чуть у нас у подержал и все а потом чтобы чесноком не жечь там слизистую оболочку брезгуют это кометона как обволакивает это слизистую оболочку своим маслом и эффект такой были хороший получается понятно да все спасибо еще раз просмотр извлите что я здесь вас задержал может быть кому-то это не нужно вот подписывайтесь на мой канал все что для города всем пока пока